Всем привет! Этот выпуск посвящен браузерному кэшированию. И начнем мы его с такого небольшого конфига, который использует элементы того, о чем мы говорили ранее. Напомню, что есть что. Контекст означает, что модули у нас будут в директории frontend. Он должен быть обязательно абсолютным. Дальше у нас есть три точки входа. Home – это страница домашняя. Она динамически подключает меню. И вот так вот его показывает. About – это страница о сайте. В данном случае она похожа на домашнюю страницу. То есть по форме она абсолютно такая же. Но немножко другое содержимое. Разумеется, в реальной жизни эти страницы могут быть совершенно различными. Наконец, Common – это файл, который должен содержать общий код, который нужен на всех страницах сайта. Какие-то полифилы, базовые функции, подключение фреймворков и так далее. Здесь он пустой. Разумеется, он может быть наполнен всяким полезным содержимом. Выводить я буду вот в эту директорию. Причем интернет-путь к ней будет вот такой. Шаблоны для имен файлов будут вот такие. Файлнейм применяется, собственно, для точек входа. То есть Home.js, About.js. Chunk.fileName применяется для дополнительных файлов для фрагментов сборки, которые образуются при RequireNsure. То есть здесь в About.js у нас RequireNsure. Соответственно, меню будет в отдельном фрагменте сборки. Имя файла для этого фрагмента сборки будет ID.js, где ID – это цифровой идентификатор. Library говорит о том, что экспорт каждой точки входа должен попадать в переменную с соответствующим именем. Здесь я указываю расширение, которое искать. Loader. На них подробнее останавливаться не будем. И здесь Plugins. Здесь сверху идет мой небольшой плагинчик. В качестве плагина подходит любую объекту, у которого есть метод Apply. В данном случае Apply просто удаляет текущую сборку. То есть он берет текущий путь. Вот такой, да. И его удаляет. Вместе с файлами от старой сборки, которые там могли остаться и которые нам больше не нужны. Чтобы продемонстрировать то, что происходит дальше, давайте для наглядности сейчас вообще это все удалю. Заменю здесь на обычный Loader. И запущу сборку. Вот. На текущем этапе у нас есть About, Common и Home, которые, соответственно, из точек входа. About, Common и Home составлены. При этом, если посмотреть на их сборочку, то каждый из них это сейчас полноценная точка входа. Common Shunk плагин я вырубил. Соответственно, About вот. Благодаря лайбраре такое вот переменное стоит. Ниже код вызов меню. Само меню находится в отдельном файлике. 1.js. ID-шник 1. Файл называется ID.js. В нем и меню. И если дальше посмотреть шаблон для меню. Ну-ка, ну-ка, дальше, дальше, дальше. Стили для меню. Т.е. полноценно собранный вот этот модуль. А что произойдет, если я сюда верну Extract Text Plugin? Он из каждой точки входа вынесет все стили. Так как стоит All Chunks True, то он также обработает модули, подключенные через Require and Sure. То есть вынесет CSS из меню. И будет несколько CSS файлов. Давайте соберу. Вот. CSS файлы появились About CSS и Home CSS. Сейчас это одинаковые файлы, поскольку и About, и Home используют меню. Соответственно, здесь видите. Здесь. Здесь один и тот же CSS. Заметим, что файла 1.css нет, потому что Extract Text Plugin работает только на уровне точек входа. Для точки входа Common CSS вообще не был создан, просто потому что он пустой. В Common CSS не рекуардаются никаких CSS, CSS там нет. Дальше давайте вернем сюда Common Chunk Plugin. Посмотрим на изменения. Пересобираю. У нас нет About и Home CSS, зато есть Common CSS. Что произошло? Common Chunk Plugin проанализировал другие точки входа. В данном случае это About и Home. Здесь небольшой нюанс. В этих точках входа никакие модули не подключаются. То есть просто-напросто нет того общего JS, который Common Chunk Plugin мог бы вынести. Здесь меню, но меню-то в Require and Sure. А если в Require and Sure, то это уже в отдельном фрагменте сборки. Common Chunk Plugin это вынести не может. Соответственно, меню остается все еще в один точкой JS. А вот что касается стиля меню, тут другая история. Common Chunk Plugin особым образом интегрируется с Extracted с плагином. Так, что общие стили, которые вытаскиваются через Require and Sure, попадают в общий CSS файл. Как в данном случае задумывалось. При этом, если бы All Chunk True здесь не было, то все тоже отработало бы корректно. В данном случае стили просто остались бы в файле 1.js, подключенный через Loader Style. Вот так. То есть в этом случае Common Chunk Plugin вынес бы в Common CSS только те стили, которые подключены и здесь, и здесь напрямую. Итак, давайте я верну предыдущий вариант конфига. Вот. На нем мы пока остановимся. Если посмотреть в браузере, то он выглядит так. HTML подключает стили, общие и точку входа Home. Дотим вызывает метод Home при клике на кнопку. Соответственно, при загрузке странички загружаются только вот эти файлы, а меню грузят и динамически. Тык. Загрузилось. Показалось. Работает. About полностью аналогично. Загружается. Тык. Показывается. Меню уже другое по содержимому, но схема загрузки совершенно такая же. Субтитры создавал DimaTorzok. Показывается. Продолжение следует.